шмейки и сегодня мы поиграем в игру которая называется холод так это сразу гру хоррора да 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 поэтому так как то так места где вы нашли записку будут отмечены на карте я надеюсь не будет 30 fps а как сейчас показывать вертикалка должно быть 60 у меня ну 60 62 бывает показывают хотя к вертикалка включена она обязательно точно показывать к 60 кадров но фиг его знают фиг его знает вот фрезы я послушаю все настройки там все на максималках кроме теней и эффектов 56 лет назад россия северная часть уральских гор группа из девяти студентов уральского политехнического института отправилась в сложный зимний поход горе от артен сначала их путешествие шло по плану но на седьмой день пути ухудшились погодные условия они заблудились и им пришлось разбить лагерь на склоне горы холод сяхал этот привал стал для них последним три недели спустя когда семьи не получили сообщение об успешном завершении похода из екатеринбурга были отправлены первые спасательные экспедиции 25 февраля 1959 года был найден заброшенный лагерь палатка была разорвана и засыпана снегом все вещи группы были внутри дальнейшее изучение показало что палатку разрезали изнутри судя по следам поблизости члены группы сбежали из палатки они были босыми это указывает на лихорадочный побег напуганных до смерти людей две цепочки следов велик лисистому участку ниже по склону спасательная команда нашла импровизированный костер и два тела на них было только белье оконечности покрывали царапины и порезы скорее всего полученные при попытках в панике забраться на дерево что могло их так сильно напугать следующие три тела нашли в районе нескольких сотен метров от первых у одного из них был пробит череп несмотря на отсутствие следов борьбы только весеннее таяние через два месяца позволило спасательной команде найти остальных жертв последних четырех туристов нашли под толстым слоем льда и снега вскрытие дало еще более странные результаты у всех были обнаружены серьезные внутренние травмы возникшие в результате воздействия неизвестной силы по характеру они напоминали травмы получаемые обычно в автокатастрофах на телах не было внешних повреждений и синяков за исключением вырванного языка у одной из жертв и странного оранжевого цвета кожи возникло множество гипотез насчет этих загадочных событий нападение местного жителя также сход лавины атака зверей но каждая теория вызывала еще больше вопросов истинная причина этого трагического происшествия не установлены по сей день что же произошло на самом деле возможно ответ на этот вопрос все еще ждет глубоко под снегом акт 1 но это намек на то что мы не будем проходить радовать еле так вам давать и немного нет графика пока что нормально но я думаю но немножечко ее уменьшить текстуре ладно я ставлю фильтрацию тоже ставлю я не пускай будет обеемный свет просто мнению но вот это не нравится то что заплюрито что это не так что это не так хорошо это не так но 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 настройки видео нет тогда вот машинка за размытием не нравится на самом деле вот эта история которая рассказывали да так следы остаются после достаются о которых начали рассказывать на самом деле это существующая история каракаса по другому назвал музыка зачем ты орешь пожалуйста не надо это что по любому авторские права есть на ней как обычно мне все заблокирует нанесу все равно я выложу даже как так вот так вот так но мне все равно интересно лишь один момент это куда мне идти потому что мне не говорится куда мне нужно идти я иду просто на ветер окей куда-то в горы нам не говорит куда идти а хотя сделаем сейчас по-другому подождите настройки управления показать клавиатурой идти 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 комбо вправо так присесть присесть бег увеличить кнопку мыши карта компас фонарик журнал а этого мне нету этого меня нету у меня ни хера нету хотя журнал есть и журнала нету нас короче мы с вами просто когда то идем по прямой ею фокс не хоккей надеюсь это когда то на самом деле нас приведет при ящи с музыкой извините я возьму просто вы тоже голоса 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 а вот зум может быть это мы сейчас момент какой-то встретим хоррорный и на этом ага точно наш херой же прыгать не может а вот теперь в никите немного стрёмненько так это какие-то трубы так я вижу станцию я вижу то что я не хочу через нее пройти ну скрип скрип деревьев но это все нормально потому что аж ветер все-таки как никогда серьезно мне нужно то скоро как то попасть блять нужно было сюда не идти мы теперь просто фиг знает куда мне идти прыгать наши главные герои не может лазить не может хотя тут дерево было подошли а да 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 вот здесь прямо знаете отмечены иди сюда иди сюда а это музыка говорит не иди сюда мы пойдем сюда ты идешь ко мне а можно пожалуйста журнал хотя бы фонарик нет ты идешь ко мне кто идет ко мне а чё а чё темно становится а я не хочу идти прямо а я не хочу идти прямо 30 fps в принципе не знаю давайте как-то развеселим обстановочку да ну блин ребят ну кто в лесу не ходил кто в пещеры не ходил я точно в пещеры не ходил в некоторых случаях бывал конечно лазил но нет я не ходил по пещерам я никуда не падал никогда так ну конце я увидел вспышку невыносимый горящий свет ай боль рвущее тело на части через какое то время я стал никем ничем свет погас и исчез в бескрайней темноте конец я встретил с радостью а можно увидеть хотя бы этот цвет я понимаю так давайте на звук на звук он где то здесь просто куда дует нам ветер ой я щас скримак будет ой щас скримак будет нет нету скримака во первых куда мы упали если мы были где то на горе так ведь ну в пещере мы вышли с пещер мы должны о мы куда то упали это лагерь смысл подождите мы шли с пещеры и мы упали куда то вниз логично должно было понять что мы с вами должны были появиться где то нажатием где то в пещерах глубже я прямо за тобой так ладно у нас есть теперь компас у нас есть карта карта довольно большая замечу у нас есть журнал ну ребят это первая серия не знаю по мальчика это такого тоненького мальчика худого больного что ли не знаю который может ходить по стенам если верить трейлерам вот эту хочу поиграть и руку игрулям так как она логическая и игру пройти анна не на самом деле игры где нельзя стрелять но можно бегать это немного меня радует но с одной стороны вспомнить игры в виде такого типа как амнезия можно вспомнить что там тоже нельзя стрелять хотя тут нельзя ничем это взаимодействовать хотя кнопочка е взаимодействие ну хотя тут инвентаря нет да блять в амнезии тоже кажется не было инвентаря е мая да фиг его ладно посмотрим я вел визыне как-то там начинал проходить потом что-то удалила серии 4 потому что потому я что-то лоханулся установил не в папку игру а установил именно на диск после я нажал юный стал и удалилась все все удалилась сторонние все вещи которые были на диске видео почему-то как будто хер удалились хотя они были в папке акт 2 второй акт когда мы только жили а все а А что такое красненькое? Можно в палатку вернуться. А мне ещё по следам нужно было бежать в этот момент. Так, по идее у меня... Так, компас. Но компас показывает, куда мне, по идее, идти. Так. Так, это указывает на палатку, так? Не, ни хера. Мне кажется, компас здесь просто так для красоты. А, ну ещё всё заблюривается, когда я достаю. Прыгать я всё ещё не могу, но я могу делать зом. Спасибо, я ничего не вижу. Ну то, как, скорее всего, обвышка. Пышка. Так, что какие у нас там ещё кнопки? С. Подожди. Настройки, управление, клавиатура. С. Компас. М. Ф. Ф. Фонарик с основанием. М. Ух ты ж, ё-моё. Масштабировать карту. Правая кнопка мыши. Так, здесь какие-то леса. Тропинки. Это, походу, пещера. У нас тут много пещер. Дороги. Ай, странно, ладно. Так, и есть у нас же журнал. Дневник. Отчёты. Статьи. Выживание. Так, бег по глубокому снегу утомителен. Выбирайте скорость перемещения в соответствующем с окружающим условием, чтобы не перетомить свой организм. Перед отправкой в дальнейший путь, отдохните в лагере и выберите безопасный маршрут. Вы можете сфокусировать тогда любой предмет для улучшения его рассмотрения. Освещенная свой путь фонариком выостанавливает заметки. В смысле? То есть мне нужно с фонариком сейчас только ходить? Внимание. Изучение местности. Чтобы выбрать наилучший путь, для этого используйте карту М и компас С. Турнодоступные ущелья могут привести к интересным местам или помочь сократить путь. Чтобы получить с ними доступ, иногда нужно будет пробраться под низкими препятствиями или спрыгнуть с них. Так, ты... Ну, в принципе, чёт, как я понял, с одной стороны. Единственное, что у меня могут задаваться вопросы, это... На карте я ж не отмечен, так? Ну, только лагерь. И... Где эта тропинка? Ну, короче, я думаю... По... Некоторым... Нашим этим мы запомним. Проход. Ну, я имею в виду, вот, допустим, дерево, да, вот это или что? Столбы какие-то. Это не стал бы, смотрите, это какие-то... Так, какой-то светом горит. Так, там есть ущелье. Надеюсь, убить меня не могут. Мне вот это не нравится, что на картинке изображен. Так, а сохраниться нельзя, да, как я понимаю? Ф-5. Ну, ладно. Я выехал сразу, как только услышал о происшествии. Я был в том районе, поэтому сам сообщил в институт, чтобы дело передали мне. Я приехал в Визжай 19 февраля, за пару дней до спасательного отряда института. В ожидании отряда расспросил местных, известно ли им что-нибудь о происшествии. Один из них сказал, что у него в районе поисков охотничий домик, и поэтому он очень хорошо знает местность. Я решил взять его в качестве проводника. Когда спасательный отряд, наконец, приехал, я объяснил им роль института в этой операции и предупредил, чтобы обо всех находках и наблюдениях сообщали в первую очередь мне. Расставив приоритеты, мы проверили оборудование и отправились в путь. Только 26 февраля мы обнаружили палатку, которую, похоже, поставили студенты. Беглый осмотр показал, что люди, которые были в палатке, прорезали ее боковую стенку и по какой-то причине спешно сбежали через отверстия. Цепочка следов в снегу уходила к лесу в полутора километрах от стоянки, но след обрывался через 500 метров, и нам пришлось внимательно обыскивать все окрестности. То, что здесь произошло, нельзя назвать чем-то заурядным. Из окружавшей нас атмосферы у всех по коже бегали мурашки. Я был уверен, что случившееся не было обычным несчастным случаем. У меня было чувство, что мы имеем дело с чем-то сверхъестественным. Ну, хорошо, что мне... Немножко отсюда вытекать, я понимаю. Вау! Так, я увидел, как куда-то какие-то тени поразбегали. Вот это прикольно. Какой-то метеорит упал. Шикарно. Так, поди-то я, скорее всего, на карте должен был отмечен, да, быть? Да, вот он. Так, ну мы идем, ребята, с вами нестандартно. Так, у нас там фонарь есть. Давайте наверх сходим. Посмотрим, что то за лагерь. Потому что один из чувачков сюда побежал. Так, это наш лагерь. Нормально, мы сейчас пойдем по верху. Там, скорее всего, здесь, вот там, где что-то свет горел, и есть... Это быстрое перемещение. У-у-у! Подождите, здесь их двое? Нет, один. Давайте сюда сходим. Ну, я на самом деле, надеюсь, тут нету никаких скримеров. Здесь просто идет как сюжетный разговор. Вон, видите, свет какой-то в горе. Мне кажется, там вот это как раз жилой... Домик, который нам нужен. Тоже была аж вот эта история, которую я вам говорю, что, типа, скорее всего, взятая из... Мифической херни. Там тоже было задействовано, что, типа, пошли люди в горы куда-то. Так, я слышу какие-то пакеты. А тут ничего нету. Блин, жаль. Типа, это листва так шелостит? Шелостит. А, не есть проход стоп. Или тут нет прохода? Ладно, я понял вас. Прыгать мы не можем. Поэтому не страшно. Хотя в амнезии можно вот было именно, чтобы приехать. Подождите. Ну, здесь мы можем просто тогда убегать. От всего, что видим. Ну, скорее всего, убегать нам не придется. Это сделано просто, чтобы быстрее пере... Заметьте, сейчас ничего не шелестит. Я говорю, там какая-то бумажка, скорее всего, была. Блин, давайте вернемся, я поищу... Получше. Как где-то какой-то листик, я не знаю. Во, да-да-да. А, все? Ладно, буду я тогда читать. Загадочная огни под космодором свободной. В ночь с 4 до 5 июля. Так, с 4 по 5 июля в небе было замечено загадочное событие. Свидетели сказали, что видели яркие оранжевые сферы, которые несколько раз пересекло... Так. Пересекало небо над их городом. Она двигалась хаотично и часто меняла направление полета. В итоге она остановилась и исчезла. Слишком, блядь, маленький шрифт, я ебал. Майор Гирко, опытный летчик, подтверждает, ни один неизвестных нам летающих объектов не может так двигаться. Военный и персонал космодора ответили на наши вопросы. Кратко и решительно. Они отреклись о какой-то либо связи с событием. Сообщив, что этой области не подтвердилось никаких действий, как и испытаний. Скорее всего, это... Как раз рассказики про НЛО. Знаете, что типа огни в небе было. Сейчас что-то появится? Нет. Как так? Я думал, что-то сейчас появится. Так, ладно, туда пути пока что мне нет. Давайте с этой стороны мы пройдем. Давайте с этой стороны мы пройдем. Бегать все-таки это минусы глаза. Ну, и зуму у него тоже не очень такое, вам скажу. Мне вопрос только заключается в том, когда происходит сейвы. Ладно, пойдем сюда. Хотя, давайте на мост сначала. Может, мост это будет ориентированно. Ну, именно на карте. Так, это подо мной, да? Что-то есть? Так, как там карта? Молодь, а как мне так спуститься тогда? Я слышу листовку там. Может быть, в кустах. Либо наверху. Как вариант, да. В принципе, да. Так, еще один мост. Так, стремные звуки. Это, чтобы я обосрался, но как обычно. Для чего это всегда сделано. Неужто очередной тупик? Ну, и ладно. Ну, смысл тупик? Не, ну, атмосферка, знаете, немного, да, такая. Стремновато, если честно говорить. По звукам где-то здесь. Ну, скорее всего, на горе. Ну, там вон. Ну, там вот. Ну, туда тоже нужно как-то залезть. И вопрос, у кого заключается, как? Блядь, у нас сейчас два, ребята, варианта. Пойти в ту сторону. Где я сломан на деревья. Либо пойти в ту сторону. Ага, я ушел записочку здесь. Так. 27 N52. 27. Может, 37. Что-то я не врубаюсь. А тут нету такого 27 N. Слышите? Ну, координаты, как я понимаю... А, вот я один нашел, да? Это вот это. Это где нашли тела, походу. Так, там я был. Ой, давайте, ладно, сюда попозже вернемся. Смерть? Или жизнь? Смерть. Ладно, я могу все-таки умереть. Но кто знал, что... Я задохнул. Никто. Я не знал. Я лично не знал, что я сдохну, если я спрыгну. Ну, знаете, вот это как раз и минус то, что я не могу прыгать из-за того, что я хотел запрыгнуть на вот этот более нижний камешек, платформу, можно сказать, да? И спуститься в самый низ. Потому что я думал, может, где-то там внизу что-то, да, это... Оказывается, нет. Скорее всего, я в лагере появлюсь, да? И если около лагеря я появляюсь, я как раз проверю насчет быстрого телепорта. Ну, именно к определенным точкам, я так. Я могу еще уточнить, что, скорее всего, мне покажут листовки с Йети. А, смотрите, у меня все же как раз показывают, где это и что. Так, и теперь вопрос о где я. А, это... Она сохранилась, где я нашел листовку. А-а-а... Короче, она сохраняется именно в точках, когда мы находим какие-то нужные нам объекты. Неожиданно, не правда ли? Куда я залез? Игра даже, наверное, не думала о таком. Но я залез. Главное, быстро не бегать, потому что я нихуя не вижу. Так, идея, я понял. Тогда мы идем сюда. Так, залезу немного повыше, чтобы осмотреться. Так, я думаю, что я выберу, скорее всего, вот этот путь. Ой, подождите, точно! 24Н, да, было? 24Н... Это вот эта вот дорога, получается. Куда-то к реке. Надеюсь, тут диких животных нету, или типа того. Ну, ладно, атмосфера мне немного начала утешать. Чего-то, еще камень, блядь, какой-то на меня упадет, нахуй, сверху. Я сдохну. Блядь, ладно, 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 уговорили, пойду я сюда. Так, очередной мост. Так, тотем. Нужно не забывать со светом ходить. Вот, знаете, тоже, вот тотемы, они ж не заря стоят. Так, сейчас немного назад вернусь. И с этой стороны посмотрю. Ладно, в принципе, смотрите, мост. Нужная вещь. Мы сейчас заберемся сюда наверх и перейдем... Куда? Никуда, потому что там пути нету. Я сейчас... Моя цель дойти до... Воду базы рейнджера. Ну, охотника, да, или как он там... Лес... Лесовика было. Сказано. Так, это у нас речка. Чувствую, что лучше к воде не подходить. Лёд тонкий. Ха. Ля. Вам не кажется, что... Если я на лед встану, он провалится. И так ведь погиб по один из парнишек, так ведь? Ладно, пойду немного по верху, буду ломать игру. В плане... И сюда нельзя залазить было. Ну, я залез. Ну, сюда же нельзя было залазить. Но я ведь залез. Почему музыка закончилась? Прикиньте, сейчас такой... Подальда на счетке кто-то стучался. Туф-туф. А это коне, и сурик парень. А, блин... Ой, блин... Чё-то мне это максимально не нравится. Это шаманские услуги? Ну, скажите, какой нормальный человек пойдет туда, где все расписано какими-то знаками, эрогрифами, где стоят всякие... Тотемы и черепа. Скажите, только честно. Ну, да, сначала у нас были обычные черепа, а теперь у нас целые тела. Почему бы и нет? Я тоже так думаю. Всего лишь скелеты. Обычные тела. И мы идем в пещеру, как я понимаю. Ничего страшного. Ничего страшного. В пещере... Пф... Которую окружают черепа. О, что может быть страшного? Ничего. Правильно. Стоп. Да, он встает. Я дышку, у него ямонал. Да, лучше его не заставлять слишком много бегать, а то он стопнет. Стоп, а как никто дал к тебе попасть? Я чуть не... Боже, что это за запутанные места, елки-палки. Ладно, нам столько сюда показывают идти. Давайте хотя бы до сейва, потому что я... Не уверен, что если я выйду, оно засейвится. Если я пойду, да, оно засейвится, и телепартнер меня хер знает куда. Хотя бы еще до одного ориентира, чтобы мы дошли. Давай сдохнем. А, не сдох. Ладно, радует. О, там, видели, это пробежало. Взяло. Все. А меня могло бы это убить. Попадать, я вам скажу. Но от текстуры не хочется. Ой, там высоко. Ну, нафиг. Мне кажется, просто челики от безысходности начали себе что-то напридумывать, поэтому они подохли. Е-е-е, я нашел проход. Это что? Это вода? Ладно, давайте я по воде не пойду. Но место стрёмное. И я не знаю, где я. Компас мне не говорит. Ну ладно, на компасе просто я ни хера не вижу. Это что за хуйня? Это что за тёмная тень? Манать. Не, ребят, просто, значит, тут не просто всё так. Вон стоит. Так я, главное, не понимаю, что это за фигня. Не, могу, типа, подойти и посмотреть. Может, это, знаете, чисто сделано для звука. Хотя, блядь. Чувствуется мне что-то, блядь, непросто так. Ладно, давайте сделаем так. Я засейвлюсь. И схожу к этому мужику. Мужику. Но если, блядь, я не буду тут везде, блядь, я не буду за мной ухотаться. Ну я что сделаю, на самом деле. Куда, немного пробегу. Атышка. Атышка, твоя малышка. О, скажите, сколько мы прошли, я ничего ещё не нашёл. О, я слышу листочек. Но он с другой стороны. Да. Их два. Их тут два. Два листочка. Где ты? О, блядь. Манать. Теперь я понял, о чём. Вот это было страшно. Ни хера себе. Череп. Где хотя бы один ориентир? Во. Нашёл. Очередная пещера. Ну, теперь я вам не покажу, что это было за тень. Хотя. А вдруг она дружелюбная? Кто его знает? Ну просто мне бесит то, что я сколько уже иду-иду, а я так и не дошёл. Не до чего. Ладно, звуков нету. Ладно, я куда-то дошёл всё-таки. Привет. Привет. Мы обнаружили первые тела у подножья сосен. Судя по наспех разведенному костру, они пытались согреться. На телах было только белье. Я решил тщательно обследовать район между палаткой и границей леса. Тела лежали каждые несколько сот метров. Их положение указывало, что жертвы пытались вернуться в палатку как можно быстрее. Либо угроза исчезла, после чего группа решила вернуться к палатке. Либо произошло нечто противоположное. Кто-то или что-то появилось из леса и обратило их в бегство. Сейчас сложно сказать, что произошло на самом деле. Я собрал небольшие образцы со всех тел, чтобы исследовать их в лаборатории нашего института. Я обсудил ситуацию с остальными членами спасательного отряда. После чего они сосредоточились на визуальном изучении палатки и территории возле деревьев. А я вошел в лес. Окей, 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 ребят. Я встаю на месте. Типа страшно. Плохой дым. Так, давайте я кое-что еще сделаю сразу наперед, чтобы в следующей серии... Да, скорее всего в следующей серии будет. Звук я поставлю на 70. Эффекты на... 70... Нет, кашмаска, он ли. 80. Пляйте, не сохраню. 70. 80. Так, пойти должны добавить были, да. Да, нифига, куда я забрался. Вы погибли. Да, все-таки тени, ребята, атакуют. Оказывается... Это и есть враги наши. Скорее всего, если бы я тогда подошел к тому, который дышал в пещере, он бы меня тоже бы так атаковал. Только единственное, чего я не понял, это мне из-за дыма так... Убило. Или что? Потому что за мной никто не гнался в этот момент. Я тени не видел. Скорее всего, когда спускался вот этот дым... Все время быть иначе, в опасность может таяться где-то угодно. В принципе, да. Поэтому сейчас... Ну, убежим в безопасное место. Скорее всего, его потом завалит... Валит камнями. Потому что если верить всем процессам, у нас... Места, где мы уже прошли... Либо обвалы, либо еще какая-то фигня происходила. Поэтому мы не вернемся, так сказать, обратно. Все время быть на чеку. Так, я уже понял, что быть на чеку. Давай, что встречу так... А, я понял. А нормально, что у меня прохода нету? А, есть. Я, типа, просто быстро пробежал. Ооо, я понял. Прикольно. Короче, дым опасен. Дым опасен. Нам нужно просто убежать от дыма. Дым, когда мы его получ... Скорее всего, серо будет. Да, это, типа... Газы из-под земли, которые... Наверное, вот и убили нас. Так. Оп. А, ну да, тут был просто обрыв. Так, бежим. Не останавливайся. Да, видите, дымы чисто на меня дуют. Я в текстуру упал. Что? Серьезно? Он просто упал в текстуры. Вы видели, как я просто подолкода через текстуры эти сраные. Боже мой, что за херня. Ладно, одна смерть... Это по моей вине. А остальные смерти я черт не шарю. Сраные скрипты. Ладно, давайте на этот раз держаться пароной. Будем просто идти ровно. Я в тут вот упал. Не, я здесь упал, здесь вот. Ладно, пойдем по прямой. Сливай. О, сохранение. Стоп. Все? А, нет, типа идет, типа на меня идет. Ладно. Да, это быстрое перемещение у нас. Значит, давайте, я думаю, тогда мы... На этом с вами закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.